Добрый день, уважаемые коллеги! Вот сегодня на территории республики, в Академии наук нашей республики открылась конференция, посвященная вопросам международной деятельности регионов, значения этого вида деятельности. Но вы знаете, что наша республика достаточно плотно работает в этой области, и завтра этот же форум переместится на площадку нашего Казанского федерального университета. А сегодня же у нас в гостях заместитель министра Михаил Деонидович. Еще раз хочу поблагодарить и ректора, и руководство университета за возможность здесь встретиться с вами, с преподавателями университета, с студентами, особенно теми, кто учится на историков, дипломатов, лингвистов, востоковедов. Потому что, действительно, вся моя жизнь связана именно с дипломатией и с этим регионом, Ближний Восток, и арабский мир, и исламский мир. И последние годы еще мне добавили Африку, как спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, и заместитель министра настрадел, отвечающему за вот эти два региона. Ближний Восток, включая, естественно, все арабские страны и Израиль, и плюс региональные проблемы, такие как палестинская проблема, некоторые другие проблемы, о которых я могу рассказать тоже. И весь африканский континент, начиная с Северной Африки и заканчивая Южноафриканской республикой. Поэтому это такой регион и большой, и, главное, весьма сложный, напряженный. И в этой связи я хотел бы сказать, что здесь, конечно, написана лекция. Я не лектор и не преподаватель, во всем случае, пока еще. Я занимаюсь уже 44 года практической такой политико-дипломатической работой, и все эти 44 года связаны именно с Ближним Востоком. Поэтому, если позволите, я хотел бы просто рассказать про то, как мы учились и когда заканчивали МГИМО. Я учился МГИМО, и потом вот, как складывалась моя карьера и работа именно в этом регионе, имея в виду, что это так или иначе отвечает теме этой лекции или выступления России и Ближний Восток. Потому что Россия, если говорить о современном этапе, это 91-й год, и потом. Но мне довелось работать в Министерстве иностранного дела и в загранучреждениях Министерства иностранного дела еще Советского Союза, начиная с 74-го года. Но я поступал 1 сентября 69-го года, и 1 сентября был первый у нас урок в МГИМО, и он был назван «Страноведение». И пришла к нам в аудиторию преподаватель, замечательная Надежда Васильевна Степанова, и сказала, что вот мы сегодня пришли в стены института международных отношений, а сегодня на Ближнем Востоке произошло очень важное событие. В Ливии произошла революция. Пришли к власти какие-то свободные офицеры, неизвестно пока, кто это, но как потом стало ясно, что это был Маммар Каддафи, еще в то время майор ливийской армии, и его соратники Абдасалям Джалут, некоторые другие. Некоторые из них еще живы, но тоже Ливия – это тот пример, как быстро, относительно, конечно, меняется обстановка в корне. И сейчас в 1969 году были одни надежды, как будет развиваться страна, а сейчас мы видим совершенно другую обстановку, и этим нам приходится заниматься практически в таком постоянном режиме. Я имею в виду ливийский кризис и то, что произошло в 2011 году и до настоящего времени. Это просто как пример того, что мы даже еще в институте в те годы были свидетелями очень быстрого развития обстановки, очень драматического. И потом я заканчивал в 1974, но в 1973 впервые попал в стены МИДа, тогда Советского Союза и отдел Ближнего Востока. Это 1973 год, как раз это тоже был сентябрь, когда нас брали на практику преддипломную, и буквально через месяц началась война. Октябрьская война в 1973 году, поэтому мы сразу включились как будущие студенты еще и готовили уже несколько конференций, куда уехал Андрей Андреевич Горомыко, и была попытка как бы после этой войны установить мир. Но этого, к сожалению, не произошло. Но опять же, я говорю, что с 1973 года, когда началась, собственно, такая практическая работа в Министерстве иностранных дел, эти войны на Ближнем Востоке не прекращались, по сути дела. И сейчас вот самый острый, конечно, сирийский кризис, и в Ираке очень тяжелая ситуация. Естественно, всю свою жизнь это занималось и палестинской проблемой, тоже палестинская проблема не решена. И все это, конечно, с одной стороны печально, но с другой стороны, это как раз накладывает на нас очень большую такую ответственность в плане того, что наша страна имеет с этим регионом, с Ближним Востоком, с арабами, с евреями, очень давние многовековые связи, и исторические, и гуманитарные, и духовные, и религиозные. И, конечно, работа на этом направлении очень, на мой взгляд, интересная, все время такие сложные вызовы, приходится не просто много работы, но эта работа действительно доставляет удовольствие, потому что это все время такой вызов, и необходимость подходов, иногда нетривиальных, выработка каких-то предложений, решений. И главное, что эта дипломатия, она такая не простая, не только двухсторонняя, но это многосторонняя дипломатия. Очень многие вопросы, они затрагивают региональные организации, я имею в виду и Лигу арабских государств, и я был первым иностранным, официальным представителем, вообще иностранным, при Лиге арабских государств, как раз когда Владимир Владимирович Путин ездил в 2005 году в Каир, я был тогда послом в Египте, и он, выступая в Лиге арабских государств, предложил, чтобы наш посол был одновременно официальным представителем при Лиге арабских государств. И тогда это не было такого прецедента, но потом руководство Лиги, оно, конечно, не само принимает решение, а это консенсус должен быть руководителей всех 22-х членов Лиге арабских государств, они согласились с этим, и потом это был хороший прецедент, которого до этого не было для других иностранных дипломатов, которые выстрелили за нами в очередь, и потом многие из них были аккредитованы. Но если начать сначала, то потом, после окончания института, я был направлен в первую командировку, это в Южный Йемен, была такая народно-демократическая штука в Йемен, которая сейчас тоже не существует. Тоже была такая страна, и был такой опыт исторический, строительство там такого своеобразного социализма, и была паршкола, и была комсомольская школа, и, кстати сказать, там вот мы познакомились и с Петровским, и с Наумкиным, то есть выдающимися нашими арабистами, востоковедами и учеными, естественно, Наумкин, он академик, и это тоже была очень интересная работа. Но вот для студента могу сказать, что в институте я изучал арабский язык пять лет, но когда я прилетел в Адан, вот с моей молодой супругой, я ничего не мог понять, ни одного слова, потому что все говорили на местном диалекте, который мы не учили, и было обидно, что пять лет мы учили арабский язык, и я ничего не мог понять, что говорят эти арабы между собой. Вот, разумеется, радио и газеты, телевидение, так или иначе, на литературном ведутся передачи, это понятно, более-менее. А что касается вот разговорного языка и общения с местным населением, причем довольно высокопоставленным, которые литературно плохо знают, и иногда говорят, что вы литературно знаете лучше, но это нас не очень радовало, потому что общение с ними было тяжеловато. То же самое я могу сказать, конечно, и, допустим, о других странах, потому что мне пришлось работать вот после Йемена в Ливане тоже несколько лет во время гражданской войны, тоже все время напряжение такое было большое, даже с точки зрения безопасности нашего посольства, наших дипломатов и вообще жизни в Бейруте. Но там другой диалект абсолютно, и приходилось им тоже, так сказать, там как-то входить в курс дела и овладевать. Тем более, что там в Ливане в то время потом вошла сирийская армия, то есть было такое очень сильное влияние и присутствие Сирии. И, естественно, в то время был там Есер Арафат и Организация Партии Палестины, и все палестинские организации. И тоже вот мне пришлось всю жизнь, хотя пока еще нет государства Палестины, хотя мы признали его виртуально еще в 89-м году, даже в конце 88-го года, и Арафата, и Махмуда Аббаса мы принимаем, мы с ним общаемся как с президентами государства Палестины, но пока это, к сожалению, такая более, больше политика, психологическая позиция, чем реальная жизнь. Потому что продолжается пока и оккупация, и западного берега, и газы, и пока решить эту проблему не дается по многим причинам. Но мы исходим из того, что двухгосударственные решения, то есть создание государства, как это было задумано еще в 47-м году, когда Палестина подмандатная была решением Генеральной Ассамблеи ООН номер 181, разделена на арабское и еврейское государства, пока, к сожалению, половину этой резолюции выполнили, было создано еврейское государство, государство Израиль, но палестинское государство до сих пор создать не удалось. Но я немножко забежал вперед, потому что после Ливана, где мне довелось проработать вот три года, и тоже в ходе гражданской войны, нам, естественно, нужно было поддерживать контакты со всеми противоборствующими сторонами, я имею в виду и в то время союз национально-демократических левых сил и палестинцев, с одной стороны, а с другой стороны, это был право-христианский так называемый лагерь, но это условное название, но в любом случае была такая очень жесткая конфронтация, которая продолжалась 15 лет и завершилась только в 90-м году в Таефе, когда ливанцы все-таки поняли, что надо подводить черту под этой гражданской войне, но, естественно, ситуация непростая, в Ливане сохраняется и до сих пор, но я об этом могу рассказать, может быть, подробно, если у кого-то будут интересы и вопросы. После Ливана я вернулся в МИД и работал, тогда вот был создан впервые сектор Ближневосточного регулирования. Это 1977 год, и знаменитая была декларация, заявление Гарамека Венца. Это вот как раз был показатель того, что все-таки мы могли с американцами тогда договариваться, госсекретарь был Сайрус Венс и Андрей Андреевич Гарамека, и было заявление от 1977 года о том, что надо как-то нам консолидировать усилия для того, чтобы решить арабо-израильские конфликты и палестинскую проблему. И вот тогда был в МИДе создан впервые сектор Ближневосточного регулирования, где мне довелось работать еще пару лет, а потом я был направлен в Дамаск, где я поработал в общей сложности 10 лет в Сирии. Первая, значит, командировка 7 лет, и я там прошел довольно серьезный такой путь, потому что менялись послы, и мне довелось работать с пятью послами в одной стране. Потом вот через 7 лет я вернулся, и уже началась перестройка, или заканчивалась перестройка, и второй раз уже в 1991 году после путча меня направили туда, но еще Михаил Сергеевич Горбачев был президент, и мы подписывали указ о присвоении первого такого серьезного ранга чрезвычайно-полномочий посланника второго класса. Это был президент Советского Союза. Но когда я туда уехал, и меня сразу как бы направили оттуда, из Дамаска в Мадрид, где была вот в октябре, в начале ноября международная конференция по Ближнему Востоку и Мадриде, и это был прощальный гастроль Михаила Сергеевича с Бушем-старшим, когда мы тоже, был очень интересный опыт работы с американцами, как ка-спонсоры Ближневосточного процесса и Мадридской конференции, был король Хуан Карлос и премьер-министр Испании, но главная роль, конечно, принадлежала тогда Советскому Союзу и США, и вот эта конференция прошла, но главное, удалось тогда наладить как бы и двухсторонние, и многосторонние переговоры по Ближневосточному регулированию, что-то удалось сделать, что-то, конечно, к сожалению, до сих пор так и остаётся неурегулированным. Но я имею в виду, что после 1991 года было так называемое соглашение в Осло, когда как бы в тайне палестинцы с израильтянами договорились о соответствующих соглашениях, и тогда Арафат из Туниса переехал в Газово, но это вот как раз начало 90-х годов, уже Советский Союз развалился, была другая, конечно, ситуация, и где-то было тяжело, но какие-то были и плюсы, я имею в виду, вот я рассказал, что в 73-м году я пришёл на практику перед Октябрьской войной, но я попал в сектор по Персидскому заливу, и тогда в Персидском заливе у нас в 73-м году, я имею в виду, у Советского Союза, были дипломатические отношения только с Кувейтом, не было ни с Ауской Аравией, ни с Бахрейном, ни с Эмиратами, ни с Оманом, только с Кувейтом с 65-го года. Но потом вот, когда уже была перестройка, и на как раз рубеже 90-х годов удалось тогда, в общем, как-то договориться с другими монархиями Персидского залива, со всеми практически, уже открыть посольство, я имею в виду и Катар, и Эмират, и Саудская Аравия. Кстати говоря, вот я вспомнил про Саудскую Аравию, естественно, вы знаете, что в 20-е годы наша страна первая признала независимость этого государства, Саудское королевство, и первыми послами был как раз Татарин Хакимов, вот, и он до сих пор, его помнят очень хорошо в Джейде, когда там была наша дипломатическая миссия Советского Союза во главе с Хакимом. И, кстати сказать, там у него работал тоже Драгоманом, переводчиком Абдархман Султанов. Мне довелось работать с его сыном уже, когда я был советником-посланником в Дамаске, вот в начале 90-х годах, вот в Алеппе был генеральный консул, Юлий Андреевич Султанов, это сын того Султанов, который в 20-е годы работал с Хакимовом в Джейде, в Саудской Аравии, он замечательный тоже арабист и был любимым переводчиком Хрущева в свое время, и особенно он хорошо знал ливийские реалии и любимый был переводчиком Каддафи всегда вот в 60-е, ну в 70-е годы в основном. И таким образом в Сирии 10 лет я проработал, и, конечно, ситуация была несколько другая, и другое было руководство, с которым мы общались постоянно, это Хафиз Асад был президентом, и Абдальхалим Хаддам, и министр обороны Тлас, в общем, все вот это старые гвардии, но сейчас как бы вот сын Башар Асад и другие люди, но некоторые старики еще остались, и некоторые живут за границей, но мы продолжаем с ними общаться, потому что ситуация очень противоречивая, очень сложная, и мы исходим из того, что надо поддерживать, конечно, контакты с максимально возможным количеством игроков в этой политико-военно-политической ситуации, с тем, чтобы иметь возможность получать не только информацию такую объективную, более-менее, но и возможность как-то с ними работать и позитивно влиять с тем, чтобы все-таки в рамках общенационального диалога и в Сирии, и в том же Ираке, и в Ливии, и в Йемене решать эти очень непростые вопросы, имея в виду главные наши принципиальные подходы, это сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета этих стран, с тем, чтобы не было победителей побежденных, потому что мы всегда говорим, и вот я из опыта Ливанской войны, что такое уравнение ни победителей, ни побежденных, я думаю, что это наиболее рациональный такой подход, потому что побежденный всегда ждет момента для обмещения, для реванша, и это мина замедленного действия, поэтому, конечно, в идеале был бы какой-то национальный консенсус, имея в виду, естественно, у кого-то свои интересы, но должен быть баланс этих интересов с тем, чтобы все-таки общенациональные интересы были выше каких-то узкопартийных или узкоконфессиональных, узконациональных, с тем, чтобы решались эти проблемы в рамках такого широкого политического диалога на базе уважения Конституции, законов, которые бы служили подлинным интересом всех социально-экономических, политических, этнокомфессиональных групп населения той или иной страны. И, может быть, забегая вперед, именно этим мы руководствуемся в наших подходах и по сирийскому регулированию, и по иерархским делам, включая последние события – это проведение 25 сентября референдума по независимости иерархского Курдистана, и по ливийской проблематике, и, естественно, в том, что касается восстановления палестинского единства. Это вот наши принципы. Но после возвращения из Сирии, тогда, даже не после возвращения, а после первой командировки, вот в 89-м году я вернулся, тогда уже времена как бы начинались уже такие новые, и начались контакты у нас с Израилем. И тогда был в нашем управлении создан отдел Израиля и Палестины, и вот меня первым руководителем этого отдела тогда назначили. И с тех времен у нас начались вот… Ну, в смысле, я подключился к контактам, которые начались в этот момент. Кстати сказать, в основном это было по линии научных кругов. Некоторые наши академики Советского Союза тогда, естественно, по согласованию с Горбачевым, с Якулевым, с Шварнадзе, начали контакты с израильскими учеными. Вот, начались поездки взаимные, потом консульские отношения, и потом открыты были генеральные консульства в Тель-Авиве и в Москве. И на этой базе уже потом, в 91-м году, было восстановление дипломатических отношений и открытие посольств. Поэтому вот с этого момента я был подключен к делам нашим с Израилем. Вот, и в конечном счете, после второй командировки в Сирию, когда я вернулся и уже пришел Евгений Максимович Примаков в Министерство иностранных дел, я был заместителем директора департамента, и с его как бы подачей, он договорился тогда и с Ельциным, и с Черновырным, меня направили послом в Израиль. После Боина я был вторым послом России в Тель-Авиве, где проработал пять лет. Это было очень интересное тоже время, очень сложное было, и определенное недоверие было. Но потом, вы видите, сейчас, конечно, отношения совершенно другой характер имеют, и очень часто общаются наши руководители, и, естественно, наша община там русскоговорящая, причем и не только евреи, но есть и мусульмане, есть и христиане. И сейчас из почти семи миллионов, я думаю, что полтора миллиона русскоговорящих граждан Израиля, у многих два паспорта и больше паспортов, поэтому сейчас нет никаких проблем о поездках, родственники и там-там. Так что с Израилем особо в силу исторических и таких гуманитарных связей отношения, которые влияют и на межгосударственные отношения, соответственным образом. Но при том понимание, что у нас традиционные, очень близкие доверительные отношения с палестинским народом в целом, и с палестинским руководством, и с Абумайзном, который, кстати сказать, в Институте Востоковеднего Евгений Максимович Примаков защищал диссертацию в свое время, хотя он русского не знает и никогда у нас не жил, и диссертацию он писал там как бы наездами в Москву. Но, тем не менее, конечно, он был представителем Палестино-Советского общества дружбы и остается почетным представителем Палестино-Российского общества дружбы до сих пор. Проработав пять лет в Израиле, потом я вернулся на пост директор уже департамента Ближнего Востока и Северной Африки, проработал там три года и потом был направлен послом в Египет, в Арабскую республику Египет, где проработал шесть с половиной лет. И вот мы дожили до Арабской весны. Я работал, естественно, с президентом Увариком почти шесть с лишним лет и со всем руководством тогдашним. И, конечно, очень важны были визиты наших президентов. Владимир Владимирович Путин в 2005 году приезжал уже, когда я там был послом. Вот я рассказывал, что он предложил аккредитовать меня еще при Лиге Арабских государств. Потом в 2009 году уже Мирий Анатольевич Медведев тоже в качестве президента Российской Федерации приезжал. И приезжали патриархи. Естественно, патриарх Кирилл тоже побывал после того, как зашел на престол нашей Русской Православной Церкви. И, конечно, очень интересная работа. Но это вот уже период начала Арабской весны, когда такой эффект домино, начиная с Туниса и прошелся по Северной Африке. Ливия, Египет, потом дошло до Йемена, дошло до Сирии. Конечно, в Ираке немножко раньше была война и свержение режима Саддама Хусейна, и американская оккупация, и все проблемы, которые за этим последовали. Но все равно все это вписалось в общую такую картину тотальной дезорганизации и дестабилизации обстановки на таком очень широком пространстве, начиная, как говорится, от океана до залива. То есть от Атлантического океана до Персидского залива. Все это обширное арабско-исламское пространство было дестабилизировано. Где-то все-таки режимы удержались, предприняли, соответствующие, может быть, какие-то превентивные меры. Я имею в виду, повезло больше монархиям в данном случае и в Ордании, и в Марокко. Но то, что касается... Ну, в Алжире удержали, хотя там свои были проблемы. Десять лет война была против армии с исламистами. А в других странах, конечно, очень тяжелые были последствия этой арабской весны. И мы, конечно, вот сейчас анализируем причины и как все это развивалось, кто чем занимался в этот момент, и что мы имеем на сегодняшний день, и как надо нам решать эти проблемы, имея в виду, конечно, прежде всего, это российские интересы, наши позиции и политические, и экономические, и военно-стратегические. И вот с этих позиций мы, конечно, пытаемся влиять на развитие ситуации. Это, конечно, непросто, потому что не мы единственные игроки на этом поле. Есть очень мощные другие силы, которые иногда выступают вместе с нами, иногда выступают параллельно, иногда выступают против нас. Поэтому я бы хотел, может быть, услышать ваши, уточняющие какие-то вопросы, потому что я могу говорить до бесконечности. Я вот как раз хочу рассказать, что, опять же, повторю, что я не лектор, не профессор, и мне легче, конечно, рассказывать что-то о практически каких-то наших делах, отвечая на ваши вопросы, потому что это необъятная тема. Но буквально вот в пятницу к нам в Москву и ко мне попросились студенты из Принстонского университета США. Их было человек 15, студенты и студентки, мальчики, девочки. Но я еще с ними встретился, потому что их привез, будучи сейчас профессором, мой старый знакомый коллега, бывший посол США в Египте и в Израиле, такой Дэн Керцер, очень умный, еврей, подготовленный. И я всегда к нему относился с очень большим уважением. Я говорю, ну, приходите, конечно, я ради тебя с ними. Он говорит, ну, расскажи студентам, вот им будет интересно. Я с ним провел два с половиной часа и не мог остановиться, потому что в основном это был мой монолог, потому что они первый вопрос задали такой, на который я вот пытался им дать ответ, который, собственно, можно его излагать часами. И, может быть, мы так и не нашли, так сказать, ответ на их вопрос, но я думаю, что много они поняли из моих рассуждений о том, где у нас с американцами, допустим, есть зоны совместных интересов и каких-то договоренностей, а где мы расходимся. Я им сказал, что я могу рассказать о наших принципиальных подходах, как мы вообще оценим ситуацию, но на ваш вопрос я ответить не могу, потому что я не понимаю, что делает Соединенные Штаты. И то они одним занимаются, то другим. И даже привел вам пример, что сейчас сменилось руководство в Соединенных Штатах, вместо Обама пришел Трамп, сменилось руководство Франции, вместо Оланда пришел Макрон. И приходят сейчас новые послы западные, и Великобритании, и Франции. Ну, США вот сейчас сменился только посол. Ну, тот же Джон Тефт. И они нам говорят, сидят, смотрят на нас и говорят, нет, ну, у нас с вами есть противоречия. Я вам говорю, что, ну, если вы говорите, что у нас есть противоречия, наверное, они есть. Только я хочу сказать другое, что ваши новые руководители, они говорят, что ваши же предыдущие руководители были неправы и делали все неправильно. А ваши предыдущие руководители нам говорили, что тоже у нас противоречия. Кто прав, кто неправ. Потому что вы говорите, все, что делал, допустим, Обама, все было неправильно. А мы с ним договаривались о многих вещах. О некоторых не договаривались. Но если бы мы с ними не договаривались, о некоторых вещах. Но вы сейчас говорите, что они были неправы, значит, наверное, мы были правы. Но, в общем, они так разводят руками, ничего ответить не могут. Потому что вот сейчас тоже такой пример очень яркий. Это подход того же Трампа и новой администрации к соглашению по иранской ядерной программе. Теперь он говорит, мы будем выходить, потому что соглашение нам не нравится. И приезжали вот израильские, там очень крупные руководители, говорят, вот Трамп прав, надо, значит, эту сделку с Ираном разорвать, поменять, динонсировать. Мы говорим, а как же с вами договариваться тогда? Потому что несколько лет вели переговоры. Причем это многостороннее соглашение, которое заключено с Ираном со стороны мирового сообщества. Там и Европейский союз, европейские страны, китайцы, мы, американцы, пять постоянных членов Совета Безопасности и Германия. Теперь вы в одностороннем порядке говорите, что мы будем выходить. Вы объясните причину. Потому что иранцы ничего не нарушали. Есть механизм МАГАТЭ, который следит за тем, чтобы, значит, иранцы делали все так, как записано в этом соглашении. Они говорят, что они ничего не нарушают. Вы говорите, мы будем выходить. Почему? Они говорят, ну, потому что вот по ядерным программам, и то через 10 лет, там, какая будет ситуация, мы не знаем, и у нас есть опасения. Но главное, что они ничего не делают по другим вопросам. Мы говорим, что по другим вопросам мы же не договаривались. Там ракетная технология какие-то, еще что-то, там, политика в регионе. И если, так сказать, каждый новый президент будет говорить, что предыдущий был неправ и будет денонсировать все соглашения, которые мы заключаем с предыдущим, то тогда невозможно работать, потому что подрыв всей системы международных отношений, устава ООН и международных соглашений, которые, если подписаны, надо выполнять. Нам, может быть, тоже многое, что не нравится, что подписывал наш предыдущий руководитель. Но такая, как бы, международная практика, что соглашения надо выполнять. А если, значит, какие-то есть сомнения, то выходить надо только по согласию с теми, кто с тобой подписывал. Потому что вот на стороннем порядке это абсолютно неприемлемо и очень сильно бьет по вообще взаимному доверию и возможности как-то о чем-то договориться. Так что вот это просто показать того, что с нашими западными партнерами очень сложно вести дело, когда вот по настроению, по какому-то там, по каким-то идеологическим соображениям начинают пересматривать свои подходы и, к сожалению, не в лучшую сторону. А что касается, вот тоже много мы говорили, даже я объяснял, наше восприятие это арабской весной, потому что, к сожалению, американцы, это я видел по примеру Египта, вот арабская весна, это весна 2011 года, когда президент Обама говорит, вот Мубарр должен уйти. Почему он должен уйти, почему об этом говорит Обама, совершенно непонятно, потому что мы исходим из того, что это внутреннее дело государства. А получается так, что это арабская весна и что нам, конечно, очень все это не нравится, это продолжение философии так называемых цветных революций. То есть выходит на улицу толпа людей, на площадь Тахрир или на площадь Майдан и говорят, нам это вот руководство не нравится, пусть они уходят. А как уходят? Что значит уходят? Если есть, как бы, конституция, есть демократические процедуры, то подождите, выбирайте другого, но через выборы. А вот таким силовым путем это никакая не революция, это анархия и силовой захват власть через насилие. И это очень печально, потому что здесь сразу возникают два как бы вывода, что если это можно сделать с одним президентом, то это можно сделать и с другим президентом. И если это, так сказать, таким образом, что мы видим и, собственно, в Украине, и видим в других местах, и что произошло в том же Египте, что сначала против Мубарака, революция, так называемая, потом против Мурси, который как бы был ставленник «Братья-мусульман». То есть та же метода, что не надо ждать никаких выборов, ни досрочных, ни срочных, никаких законов. Вышли на улицу, сказали, он должен уходить, а то сейчас будет всем плохо. И все. Но потом через какое-то время меняется ситуация, меняются общественно-политические силы, приходят другие на ту же площадь, говорят, нет, новый президент хуже старого, он тоже должен уйти. Поэтому это никакая не демократия, естественно, это очень пагубная практика, которая создает вообще много вопросов, зачем тогда Конституция, зачем тогда законы и демократические процедуры. Потому что, допустим, по Сирии, вот я как пример вам приведу, чтобы была понятна философия таких подходов. Вот нам удалось, Сергей Викторович Лавров, и я постоянно был с ним на всех международных встречах, по сирийскому регулирую. И вот удалось нам создать международную группу поддержки Сирии и настоять на том, чтобы и Иран подключился, и были арабы, и турки. И Лавров с Джоном Керри всегда выступали со представителями в рамках заседания этой группы. И, естественно, третий такой был в президенте, это Стефан Демистуре, спецпредставитель генерального составляя ООН по Сирии. И вот на одном из последних заседаний, которое, правда, уже было почти полтора года назад, министр на стране долг Катара говорит, что, знаете, ребята, я уверен, что 80% сирийцев готовы умереть, чтобы Башар Асада не было у власти, чтобы он ушел. Тогда иранский министр Джавад Зариф, он говорит, слушай, а зачем им умирать? Пусть идут на избирательном участке и проголосуют против него, и все, и он уйдет, не будучи переизбранным. Ну, стали, значит, рассуждать, можно ли проводить выборы или нельзя. Тот же Стефан Демистуре говорит, что я работал в Афганистане, я работал в Ираке. Конечно, ситуация была там тоже очень сложная, но все-таки удалось худо-бедно провести эти выборы. Что касается сирийской ситуации, конечно, есть районы под контролем режима, есть районы, которые вне контроля режима, но там ваши же друзья, там турок или кого-то еще, тех же американцев. Там можно провести выборы, значит, вдали от влияния режима и спецслужб. И плюс еще миллионы сирийцев, которые оказались беженцами на территории других стран, Иордании, Турции, Ливан, и в Европе. Пусть они идут тоже и голосуют, и у ООН есть практика и опыт проведения даже в таких сложных условиях выборов. Можно организовать выборы, и тогда изберут нового президента. Если вы считаете, что это оловицкое меньшинство руководит большинством суннитов, значит, сунниты изберут не оловито, а своего изберут. То есть, это демократически хоть понятная процедура, а в противном случае это опять развал и кровопролитие. Но сейчас вот в последнее время удалось много сделать. И вот буквально позавчера закончилась очередная седьмая встреча в Астане, которая посвящена прежде всего прекращению боевых действий и укреплению режима так называемых зон дискалации. Их четыре созданы. Американцы предлагают еще создать какую-то пятую или шестую, но это продолжаются переговоры. Но эти зоны дискалации позволили очень серьезно снизить уровень насилия и столкновений между сирийскими войсками и вооруженной оппозиции. И подключились к этим соглашениям многие отряды этой вооруженной оппозиции сирийской. И таким образом многое удалось сделать, имея в виду, что три гаранта там Россия, Иран и Турция и плюс еще три наблюдателя это Соединенные Штаты, Иордания и ООН. Имея в виду, что четвертая зона вот на юге, это в принципе был нами договоренность достигнута с иорданцами, с американцами, у которых больше там влияние, чем у тех же турок и у иранцев. Но все это, конечно, связано с более широкими проблемами. Это, естественно, политическое урегулирование. Я уж не говорю о том, что эти зоны дискалации направлены на то, чтобы, во-первых, прекратить столкновения между самими сирийцами и в этих зонах обеспечить гуманитарную помощь для населения. И плюс, конечно, сконцентрировать все наши консолидированные усилия, на окончательном разгроме террористов в лице ДАИШ, исламского государства, так называемое, и Джабхат-Нуср. Но все это, конечно, требует более широкого такого политического процесса, который должен быть сконцентрировано на подготовке новой конституции, на проведении выборов на взаимоприимой основе между самими сирийцами. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы была в полной мере выполнена резолюция Совета Безопасности 2254, которая была принята консенсусом, единогласно, то есть с участием пяти постоянных Совет Безопасности и другими, непостоянными Совет Безопасности. И, конечно, это требует проведения межсирийских переговоров. Мы за то, чтобы они продолжались в Женеве под эгидой ООНа, Стефана Демистура. Ну и, конечно, вот последняя была идея у нас провести так называемый Конгресс Межсирийского народа или сейчас стали называть Конгресс Межсирийского национального диалога. Эта вот идея буквально вчера, сегодня она как бы обсуждается, имея в виду, что в одном месте могут собраться представители и гражданского общества, и те, кто поддерживает режим, те, кто выступает против, на базе общего понимания, что одна страна, один народ, и им надо как-то договариваться, как они будут жить дальше. Но это ни в коем случае не является альтернативой или заменой ни процесса в Астане, ни процесса в Женеве. Это как бы вот наше предложение с тем, чтобы сирийцы все-таки между собой общались из разных лагерей, потому что мы исходим, и во всем случае я провел лично, я не знаю, больше, это больше, наверное, полутора тысяч встреч с представителями сирийской оппозиции. Не говоря уже, конечно, о Дамаске, о президенте Башаре Ассаде и его команде, его правительстве. И мы говорим о том, что нас не надо ни в чем убеждать, а вы должны убедить друг друга, как сирийцы, потому что мы не являемся стороной конфликта, а в этом плане вот есть закон физики, что количество переходит в качество. Чем больше вы общаетесь между собой, тем, может быть, лучше будет взаимопонимание. Качество взаимопонимания между вами по поводу того, какие основы новой Сирии, демократической, плюралистической вам будет всем подходить как какой-то компромисс такого национального примирения и жизни в одной единой и территориально целостной стране. Поэтому, я не знаю, сколько у нас времени, но, если у вас какие-то есть вопросы, потому что у меня, конечно, было выступление такое подготовленное, но здесь и про Йемен, есть и про Ливию, и про Палестину, но я боюсь, что вы бы заснули, если бы я это зачитывался. Поэтому, мне кажется, что лучше, если у вас какие-то конкретные есть интересующие вас вопросы, то я бы с удовольствием же не бы ответил. Давайте, давайте, задавайте. Амина Варита, студентка факультета международных отношений. Уважаемый Михаил Леонидович, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу реформирования Совета безопасности. Как мы знаем, что помимо так называемого кофейного клуба и большой четверки появилось очень множество идей, связанных именно с региональным представительством. Как вы думаете, как в столь конфликтном, разобщенном регионе на Ближнем Востоке будут определять именно постоянных членов, представителей данного региона в Совете безопасности? Если такое вообще возможно? Спасибо. Вы имеете в виду реформу ООН и Совет безопасности? Ну вот я как раз насчет региона. Здесь естественно периодически вот сейчас непостоянный членов Совета безопасности допустим Египет. Что касается расширения Совета безопасности и договоренности о том, что будет даже постоянных членов Совета безопасности больше и может быть непостоянных тоже, это вопрос как раз он давно уже дискутируется и в этом плане мы говорим о том, что должен быть конечно широкий консенсус. Чтобы эффективность работы Совета безопасности она повышалась или не стала слабее, чем сейчас в результате этих реформ. Поэтому здесь надо подходить очень осторожно. Но при этом конечно мы говорим, что и Африка и может быть ну Африка опять же если говорить о Северной Африке это же арабские страны. Вот представьте себе мы тоже вот говорим, что если бы допустим произошло расширение состава Совета безопасности за счет подключения там арабских или африканских стран. И сейчас или там начиная с 2100 года если бы это было заранее. Вы представьте себе что Ливия была бы поставим Членом Совета безопасности. Что бы мы сейчас имели? Имея ввиду что Ливия расколота есть три политобрук три правительства три парламента там это очень сложно. Поэтому вот так вот чисто автоматически подходить к этому вопросу это невозможно. Но с другой стороны вот тоже я постоянно поскольку за Африку отвечаю постоянно присутствую и участвую в переговорах Сергея Ильича Лаврова который провел в ООН 16 лет в общей сложности. 10 лет из них он был постоянным представителем Российской Федерации в ООН и в Совете безопасности ООН. Вот он рассказывает африканцам говорит ребята я из своего личного опыта знаю 80% всех заседаний всех дискуссий всех документов всей работы в Совете безопасности посвящены Африке. Если так вот разобраться все эти решения документы заседания проседания обсуждения Африки при этом все предложения все проекты документов готовят бывшие колонизаторы не африканцы а французы англичане ну сейчас американцы там испанцы все западные страны которые были колонизаторами в Африке они готовят все решения посвященные Африке они сами африканцы мы говорим ребята вы давайте сами у вас есть африканский союз у вас штаб-квартира в Адис-Абебе у вас есть субрегиональные там организации африканские вы хотя бы собственные предложения которые могли бы быть основой для дискуссии а мы бы вас поддержали и в этом плане конечно Африка и некоторые другие регионы конечно арабы мусульмане недопредставлены в структурах ООН и мы бы поддержали но это должно быть действительно очень выверенное решение которое не привело бы к обратному результату Добрый вечер Михаил Леонидович спасибо большое за то что вы нашли время встретиться с нами сегодня мой вопрос будет связан с культурным сотрудничеством России Израиля и Палестины представители государственной власти и негосударственных организаций в частности императорского православного палестинского общества часто говорят о необходимости восстановления культурного и гуманитарного присутствия России на святой земле в частности возвращение собственности Российской Федерации на святой земле известно что ранее Махмуд Аббас передал некоторые территории Российской Федерации и вот вопрос в том Планируется ли дальнейшее возвращение территории и одинаково ли Израиль и палестинская национальная администрация смотрят на этот вопрос? Спасибо. Спасибо за этот вопрос, потому что я по совместительству и по зову сердца являюсь заместителем Сергея Вадимовича Степашина в императорском православном палестинском обществе. Потому что у нас по традиции есть несколько заместителей, в том числе один заместитель от МИДа, в данном случае вот сейчас, потому что это всегда был заместитель министра, это в моем лице. И есть один из заместителей от Русской православной церкви, это сейчас Владыка Марк, с которым мы в Иерусалиме работали, он был заместителем начальника русской духовной миссии, когда был там начальником отец Феодосии, который потом стал митрополитом Тамбовским, он очень хороший мой друг и товарищ, он в Иерусалиме, вот я пять лет там прожил, а он восемь лет прожил. Приехал раньше и уехал позже меня. Но это очень хороший вопрос, потому что вот могу один такой эпизод исторический привести. Я в 1997 году как раз приехал в Тель-Авив и стал послом в Израиль. И это был май, а в июне мы отмечали 150 лет создания русской духовной миссии в Иерусалиме. И по этому поводу, по этому случаю, приехал туда патриарх Алексий II, патриарх московской сети Руси. И он, значит, с паломнической миссией был на Святой Земле. Потом он мне говорит, и Феодосии, я постоянно был с ними рядом, он говорит, пойдем к премьер-министру. А тогда премьер-министром был Натаняху, Бениамин Данаяху, который и сейчас премьер-министр. Он тогда первый раз был избран в 1996 году, и в 1997 году он был год уже премьер-министр. Ну, естественно, мы пошли вместе с патриархом Алексием II к Бибе Натаняху. И патриарх Алексий говорит, вот, господин премьер-министр, неприятная история у нас произошла. Он говорит, что такое? Он говорит, мы приехали сюда, и вот сейчас, кстати сказать, сколько, 200 лет со дня рождения Антонина Капустина. Это один из первых начальников русской духовной миссии, который как раз приобретал земли и создавал вот эту вот великую русскую Палестину. В Иерусалиме и в других святых местах, и в Назарете, и в Вифлееме, и в Хевроне. И он похоронен на Иллионской горе, в Иерусалиме. И патриарх рассказывает премьер-министру Израиля, что я пошел на могилу, и он похоронен там в монастыре, стучу в калиточку. И открывают монашки, которые говорят на плохом русском языке, на меня посмотрели и говорят, а ты кто такой? Он говорит, я патриарх московский, все Руси. Они говорят, мы тебя не признаем. Мы из зарубежной церкви. У нас раскол произошел. Вы остались в Советском Союзе, а мы уехали. Вы остались с большевиками, а мы уехали в свободный мир. И все. То есть раскол в церкви был. И не пустили его. Он чуть не плакал, патриарх. И говорит Бибину Танеху, так и так, безобразие. Он посмотрел так и говорит, мы евреи, вы нас не впутаете в свои дела. У вас там свои проблемы, вы нас не трогаете. И все, на этом закончился тогда разговор. Но это было уже 20 лет назад. Но за это время, конечно, изменилось очень много. Но вот вы спросили, как относятся израильтяне и палестинцы. Потому что в этот же самый момент, естественно, были встречи с Арафатом. И Арафат был еще жив. И уже в Газе он был. И мы ему говорим, слушай, а вот у нас проблема. А к палестинцам как бы отошли некоторые территории. Под их контроль были перед нами. Включая Хеврон и Ерихон. И Арафат говорит, да, вот в Хевроне та же самая ситуация. Но я, как руководитель этими территориями, хотя, конечно, там вокруг израильские войска, но как бы его уже юрисдикция была, палестинская, в Хевроне. Он говорит, я этот вопрос решу. Но решения были такие революционные. Он послал своих боевиков, которые этих монашек и других сказали, ну-ка, давайте, ребята, отсюда. Власть переменилась. Сейчас придет из Москвы патриарх. И их попросили оттуда. И пришли наши монахи, там и священники, которые как бы взяли под свой контроль монастырь в Хевроне, значит, Святой Троице, где находится вот этот вот маврийский дуб, под которым сидела Святая Троица, что изображено на иконе Андрея Рублева. Вот поэтому Арафат тогда передал. Когда, значит, уже практически сразу возник вопрос про Ирихон, тут американцы устроили дикий скандал. Дикий скандал. Они послали своих дипломатов в Ирихон, и они заехали прямо на территорию монастыря, который тоже был под контролем зарубежной церкви. И сели там. И, значит, сразу нам это не удалось сделать. Но потом постепенно, конечно, палестинцы их тоже оттуда удалили. И тоже этот участок, и, значит, наша земля в Ирихоне была передана нам под контроль вместе с, естественно, по решению палестинских властей. И вот буквально полгода назад мне довелось сопровождать Дмитрия Анатольевича Медведева. И там мы были в Ирихоне, и открыли там музей, и смотрели, значит, уже реставрированные наши церкви, там тоже участки, которые видел Иисуса Христа. Так что вот два этих участка мы вернули как бы при поддержке палестинских властей. Но поменялось характер отношений с Израилем в очень позитивном плане. Конечно, этому способствовало, может быть, и объединение церквей, и встречи патриарха Московской всей Руси, и руководителей русской зарубежницы, и сейчас практически нет проблем экуменических, что называется. Есть договоренности, может быть, не по всем, так сказать, имущественным вопросам, но в целом много было сделано. И в этом плане, конечно, очень важно это то, что израильские власти нам вернули сергиевское подворье в Иерусалиме. Это, конечно, очень большое достижение. Сейчас речь идет об Александровском подворье и о некоторых других наших, исконно русских, приобретенных русскими нашей страной еще до революции, в конце XIX века. И есть план такой, продолжать эту работу. Я думаю, сейчас более благоприятное у нас отношение с израильскими властями, и мы эту работу будем продолжать, и надеемся, что будет конкретный результат уже довольно скоро. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за Ваше выступление, Михаил Леонидович. И у меня такой вопрос. Так как я студентка четвертого курса международных отношений, зад Башир и Диана, пишу диплом на тему миротворческие операции ООН на Ближнем Востоке. Какие бы Вы назвали самыми ключевыми операциями? Ну, миротворческих операций довольно много на Ближнем Востоке. И, в принципе, мы, конечно, считаем, что они сыграли и играют важную роль все-таки в сдерживании проявления насилия со стороны разных экстремистских сил на Ближнем Востоке. Я имею в виду несколько таких операций, которые работают с переменным успехом. Естественно, самое старое – это так называемый Анвуп, это орган по наблюдению за перемирием в Палестине, который – самая старая ООНовская миссия, созданная еще в 1948 году, когда было создано государство Израиля, и была, как евреи называют ее, борьба за независимость, а арабы называют Первой Палестинской войной. И арабы, и участвовал НАСАР, вы знаете, и египетская армия, и орданская армия. Это вот первая миротворческая такая была структура. Причем в этой структуре наши офицеры. Я имею в виду и с советских времен, и сейчас она небольшая такая. И в основном штаб находится в Иерусалиме, но они ездят и по Ближнему Востоку, и как бы вот такая миссия самая старая. Хотя без каких-либо крупных таких достижений, потому что не определен конкретно участок географических работ. Но есть временная сила ООН в Ливане, которая была создана на моих глазах в 78-м году, когда была первая так называемая операция летания, когда весной израильская армия дошла до реки летания на юге Ливана, потом остановилась, потом отошла, и были созданы вот эти временные силы ООН в Ливане. Это на моих глазах создавалось, и эта сила, она, на наш взгляд, сыграла хорошую тоже роль. У них есть и даже военно-морские силы, там несколько катеров кораблей и военнослужащие, которые находятся в основном на юге Ливана, и определенная есть буферная такая гарантия того, чтобы не возобновляться какие-то там действия между ливанцами и израильтянами. Ну, разумеется, с 74-го года есть силы по разведению на голландских высотах. Это тоже важная очень была миссия, но у них были проблемы, потому что дестабилизация произошла в Сирии, и были нападения экстремистов на военнослужащих, их разоружали, их там брали в заложники, поэтому у них были большие проблемы. Но мы всегда выступаем за то, чтобы эти силы по разведению на голландах оставались, и хоть какой-то элемент, так сказать, наблюдения, недопущения более серьезных проблем, на наш взгляд, существует, и в этом плане мы их поддержим. Вот это вот три ООНовские миссии именно на Ближнем Востоке, которые работают уже много лет, и мы за то, чтобы они оставались до того момента, когда не будет достигнута арабо-израильского регулина, уже более такого серьезного. Уважаемые коллеги, дело в том, что я уже говорил, что Михаил Леонидович приехал в Казань в рамках конференции развития международной или внешней связи регионов Российской Федерации, опыт Республики Татарстана, и сейчас у нас буквально начнется прием от имени президента Республики Татарстан, поэтому большое вам спасибо за данную встречу. Уважаемые коллеги, давайте мы поблагодарим Михаила Леонидовича. Продолжение следует...